Всем привет, меня зовут Майкл Найди, это свежая сводка с Русланом Левеевым. Сегодня довольно радостная, потому что Олаф Шольц объявил, что танки Леопард будут поставлены в Украину, самой же Германии, многие другие европейские страны сказали, что они тоже поучаствуют в создании танковых батальонов в Украине. В общем, наконец-то это препятствие, этот барьер прорван, и теперь западные танки пойдут в Украину, укрепив ее и ее возможность сопротивляться российскому вторжению. Об этом и многом другом в сегодняшней сводке, собственно, вот наш разговор с Русланом Левеевым. Привет, Руслан! Ну что, у нас какой-то танковый дождь, значит, отовсюду они летят, из Соединенных Штатов, как сообщают источники, но пока не подтверждено. И, конечно, что главное, из Германии, где уже на официальном уровне Олаф Шольц, которого все проклинали последние несколько недель, заявил, что леопарды все-таки поедут в Украину, но наверняка еще какие-то события происходят. В общем, расскажи, пожалуйста, что привлекло твое и командосе эти внимания за прошедшие сутки. Ну, ты традиционно прямо в подводке все проспойлерил, так что можно, в принципе, на этом сводку и все. Такая шорт-сводка, новый формат. Давайте все-таки поподробнее по части того, что происходит по линии фронта. Вообще, за последние недели-полторы, наверное, можно отметить, что почти вся линия фронта постепенно начинает разгораться все сильнее и сильнее. Давайте я открою вам карту, чтобы на карте было легче вам объяснять и понятнее. Это касается и направлений, например, на Сватово, где сейчас его приблизим. Там в основные бои идут вокруг населенного пункта Новоселовска и Куземовка. Куземовка под контролем российских сил. Где-то еще недели-две назад украинские силы успешно продвигались и атаковали, собственно, Куземовку. Пытались оттуда выбить российские силы. Потом туда прибыло подкрепление для вооруженных сил России. И сейчас ситуация постепенно разворачивается в обратную сторону. То есть российские силы пытаются выбить из Новоселовского украинских военных. То же самое касается ситуации около Кременной. Напомню, что последние недели тоже в основном сводки были формата, что постепенно украинские силы продвигаются по направлению на Кременую. Выбили российские силы из населенного пункта Деброва к юго-западу от Кременной. Здесь тоже ситуация постепенно меняется в обратную сторону. То есть начинают все сильнее атаковать российские силы. Туда прибывает дополнительное подкрепление. Пытаются выбить украинских военных из лесов к югу от Кременной. И уже появляются первые видеозаписи из Деброва, конкретно населенного пункта, где мы видим, собственно, российские силы. То есть получилась ситуация на данный момент ровно обратная, когда российским силам удалось выбить украинских военных из Деброва. Ну вот, собственно, текущая карта линии фронта около Кременной и Деброва. Вот он, собственно, здесь так. И, собственно, если расставить на карте гео-лоцировное видео, здесь красные точки, это там, где присутствовали российские силы на видеозаписях гео-лоцировных. Синие точки, это там, где присутствовали украинские военные. И, как видите, вот он, Деброва. Там, как видите, уже как минимум две красные точки есть. То есть есть гео-лоцировные видеозаписи с российскими военными, которые присутствовали в этих населенных пунктах. То есть линия фронта все больше разгорается, все больше ожесточается, как будто мы все больше и ближе подходим к тому самому намеченному событию, которое обе стороны условно анонсировали, то есть это было в таких полусказательных тонах о том, что будет какое-то контрнаступление. Об этом говорили и российские силы, как бы говоря о своем контрнаступлении, и украинские силы, говоря о весеннем контрнаступлении. Его постепенно разгорается. Вчера я говорил также про сообщение Ходоковского, который говорил, что дан приказ о наступлении на угледарском направлении вдоль всей линии фронта. И да, постепенно приходят такие, пока что в текстовом формате, но подтверждение, что на угледарском направлении тоже сейчас ситуация разгорается. Давайте опять включу карту. Собственно, это у нас юг Украины захваченный. Там, напомню, что около Павловки действуют морпехи, конкретно из 155-й бригады морской пехоты из Приморского края. И вот сейчас они атакуют по направлению на угледар. Тоже пошла активизация этой части линии фронта. То же самое касается и Запорожского направления. Здесь мы по-прежнему видим, что пытаются атаковать 58-я общевойсковая армия вооруженных сил России по направлению на населенный пункт Орехов на Запорожском направлении. Сообщается, в том числе пророссийскими источниками, что атака пока что была неудачная с российской стороны, что украинским силам удалось отбить их атаку здесь, на этом направлении. К слову, говоря о, например, Бахмуте, что там у нас происходит под Бахмутом. Там тоже все довольно-таки горячо. Пока что продвижений каких-то больших не было. Атакуют те же самые силы пункта, которые мы называем каждый раз в Свойках. Это направление на Роздолевку, то есть к северу от Солидара, на Красную гору между Солидаром и Бахмутом, на сам Бахмут. И особо тяжелые бои сейчас идут вокруг Клещеевки. Там конкретно по части Клещеевки, что мы видим, сейчас я вам покажу, есть видеозапись, где мы видим, как я предполагаю, наемников группы Вагнера на бывших позициях украинских сил. Вот здесь они идут в таких окопах. И по ним бьют украинские силы, пытаются выбить их из этих позиций окопов. И все это происходит уже к северо-западу от Клещеевки. То есть Клещеевка сама захвачена, и вот пророссийские силы пытаются продвигаться дальше в сторону укрепленных украинских позиций на северо-запад от Клещеевки. И вот, собственно, кадр из видео, где мы видим, как стреляет здесь справа, вы видите М-113, бронетранспортер ведет огонь из пулемета, и левее его танк. Они ведут бой с вагнеровцами. Собственно, и вот геолокация этой видеозаписи. Как видите, это северо-запад от Клещеевки с дальнейшим продвижением в сторону трассы, соединяющей Бахмут с Константиновкой. Отдельно по части этого видеозаписи я бы хотел отметить. Вот мы видим в одном кадре, это, видимо, явно бывшие украинские позиции, траншеи. И тут можно обратить внимание, что они идут таким вот зигзагом. И посмотрите, как делают траншеи российские силы, ну, конкретно наемники группы Вагнера. То есть мы видим просто прямую ровную линию, из-за чего я, собственно, называю ее трупопроводом. Потому что, вы видите, там много, собственно, наемников, вот видны их, там, то ли тела, то ли они еще живые, пытаются укрыться в этом траншеи. Но почему называют это трупопроводом? Потому что, если вы делаете траншеи вот просто в формате такой прямой линии, то если туда прилетает снаряд, вот как вот здесь, например, то поражающий эффект будет сильно больше для всех окружающих солдат. Потому что, если вы делаете по ОМУ, строить траншеи, фортификационное сооружение, то есть в формате вот таких вот зигзагов, то если прилетает снаряд, то благодаря вот таким вот всем этим искривлениям и поворотам, меньше поражающий эффект, то меньшее количество солдат будет задето осколками. Ровно благодаря тому, что они идут вот такими зигзагами. То есть, как видите, украинские силы умеют строить фортификационные сооружения, а российские силы, особенно наемники Вагнера, по-прежнему в этом плане не умеют делать. Не умеют или не хотят? Ну, то есть, тратится ли на это больше времени, там, не знаю, ресурсов, и просто не хотят этого делать или что? Мы же не думаем, что те, кто ими руководит, там, типа, не имеют представления о том, как рыть траншеи, или чем ты это объясняешь? Я думаю, в том числе не имеет представления, особенно по части наемников Вагнера. Это и среди солдат. Когда мы еще смотрели кадры боев и всяких вот таких траншей, где-то там конца весны, начало лета прошлого года, когда не было мобилизации, не было вот настолько широкого активного участия группы Вагнера, в том плане, что они не вербовали тогда еще заключенных, были в основном как раз таки военные. Я же еще и тогда обращал внимание, не раз в сводках, что в плане строительства фортификационных сооружений нету нормальной подготовки у российских военных. И это прямо видно прямо по кадрам, как они, ну, вот просто роют яму, где попало, роют яму, и вот тебе, пожалуйста, траншея. Без всяких укреплений, водоотвода, без правильного расположения огневых точек, без всего этого. И мы понимаем, почему это, потому что нет нормального обучения строительству инженерных сооружений в российской армии. В плане подготовки, в этом плане все очень плохо в российской армии. Я не думаю, что правильно строительство траншеев и окопов прям сильно дольше, чем строительство вот таких прямых линий. При этом правильное строительство спасает жизнь, фактически, твоих солдат. Поэтому логичнее было бы, даже если это там дольше и тяжелее, логичнее было бы строить, как раз таки, по правильному, по уму все эти фортификационные сооружения. По части, кстати, Кременной, про которую мы вот говорим, вот то, что там российские силы пытаются выбить из лесов украинских военных, и там они уже зашли в населенный пункт Деброва. Сейчас вокруг этого направления широко расходится видеозапись от десантников из 76-й воздушно-десантной дивизии. Что мы здесь видим? Лесопосадка, где ведет огонь, стрельбу, БМПТ, терминатор. Это боевая машина поддержки танков, терминатор. Вот мы видим летящие трассеры сквозь лесопосадку, ведет огонь эта машина. Есть видеозапись, снятая с воздуха этого же боя. Вот опять же мы видим, стоит терминатор, ведет огонь и просто поливает огнем из своих 30-мм пушек лесопосадку впереди себя. Не видно, чтобы он почему-то попадал, поэтому об эффективности его судить сложно. Вообще, вот эти терминаторы, кстати, покажу справочную флойку, как они выглядят в реальности, чтобы было понятнее, легче их различать. Вот это вот боевая машина поддержки танков терминатор. Их выпущено, насколько мы знаем, совсем немного. По состоянию на 2018 год было известно о том, что их поставлено 10 штук в российскую армию. Наверное, с тех пор произвели еще какое-то количество, насколько неизвестно. И вообще, за эти 11 месяцев мы встречали их прям крайне редко. Ну, судя по всему, их произведено реально очень мало. Впервые мы их увидели где-то, наверное, в конце весны, как они катались недалеко от линии фронта. Потом они были замечены в боях за Северодонецк и Лисичанск, и еще были вокруг Камышевахи. Причем на тех кадрах, которые были вокруг Северодонецка и Камышевахи, там мы увидели терминатор, что он просто где-то там проезжает около корреспондентов, военкоров. Не было видно конкретных боев. Вот эта вот видеозапись, которая сейчас расходится вокруг Каминой, это первое видео, где хотя бы эта машина хотя бы стреляет. Не видно, почему она стреляет, но хотя бы стреляет. Этот факт мы видим. И вообще, сейчас военкоры, пропагандисты российские и федеральные СМИ пытаются создать такой ореол чудо-оружия вокруг этой машины терминатор. Но по факту мы видим, что она особо широко не пошла в применение российскими силами. Наверное, потому что она очень дорогая, как говорят многие военные эксперты, почему Минобороны предпочло как-то, скорее всего, отказаться от этих машин. Во-вторых, экипаж у этой машины 5 человек, а не трое, как у танка. Во-вторых, ну точнее, в-третьих, для поддержки танка непонятно чем в этом плане преимущество у терминатора по сравнению со вторым танком. То есть, почему второй танк не может поддерживать там первый танк? Зачем нужно именно терминатор? Потому что в огневой мощности они особо не различаются, а у танка есть еще и нормальная пушка, которая может стрелять исконочно-фугасными такими снарядами. Поэтому в этом плане такое не получилось чудо-оружие из этой штуки. Тем более, что, как вы видите, эти терминаторы делаются на шасси танков, и чаще всего это на шасси танка Т-72. То есть, можно, в принципе, взять танк, снять с него башню и переделать конкретно в терминатор. Но когда у вас все-таки ограниченное количество танков, ограниченное производство, ограниченное количество денег и людей, наверное, я бы, наверное, тоже поступил так на месте российских военных чиновников, что лучше предпочтение дать еще одному танку, чем вместо того, чтобы превращать шасси танка в новый терминатор. Тем более, что, как я и сказал, в терминаторе экипаж 5 человек, а в танке трое. Соответственно, у вас тоже больше расхода будет на тех же самых контрактников, которые должны сидеть в этом терминаторе. Раз уж мы о танках, как будто бы именно здесь уместнее поговорим. Я еще не договорил по терминатору. И поскольку их мало, и увидели мы их крайне редко, я еще в консервисе прошлого года, когда мы впервые их увидели, катающихся недалеко от линии фронта, и мы уже тогда поняли, что они, по сути, бесполезны, потому что явно они больше подходят для каких-то городских боев. А российская армия в городских боях, видимо, предпочитает не участвовать после Мариуполя. Так вот, я тогда шутил, что, видимо, они где-то там катаются, ищут Джона Коннора, и вот сейчас, видимо, они нашли Джона Коннора где-то там в лесах под Креминой. Потому что даже вот на той видеозаписи, где мы видим, как терминатор стреляет под Креминой, там, как я и сказал, не видно, чтобы что-то было в его прицеле. Ну, непонятно, почему стреляет. Видно, что он просто косит лес. Как бы из стороны в сторону вводит пушкой и поливает все вокруг огнем. То есть, как будто бы так поддерживает пехоту. Но эффекта никакого в этом плане не видно. Так, что касается, я еще продолжу по линии фронта, дальше уже перейдем к танкам после окончания сутки на по линии фронта. Вчера я еще говорил про сообщение Министерства обороны России о попытке форсирования Днепра украинскими силами. Сейчас, секунду, я прыгаю. Попытка форсирования Днепра, то, что они пытались перебраться на левый берег. И именно Министерство обороны России сообщало, что попытка была пресечена, что обнаружили скопление украинских сил на правом берегу около Новой Каховки. И был уничтожен якобы по ним удар. И якобы у украинской стороны было потеряно 6 боевых машин пехоты, 3 катера и до 100 военнослужащих Украины. Еще тогда, еще вчера, когда я это цитировал, заявление Министерства обороны России, я говорил, что выглядит ну так, сомнительно, ничего в доказательства не проявили, поэтому какая-то коношенковщина сплошная. Так вот, уже позднее, вчера же, главный управление разведки Министерства обороны Украины показало свои видеокадры и заявило, что была операция разведчиков на левом берегу Днепра. То есть, да, они в действительности форсировали Днепр и публиковали видеозапись. Что на видеозаписи мы видим? Там темное время суток, на нескольких катерах идет переправа через Днепр. Еще подплывая к берегу, они начинают вести огонь из стрелкового оружия по чему-то. Там не видно, что, потому что там очень темная видеозапись. Дальше мы видим, как они высаживаются на берегу, завязывается ожесточенный стрелковый бой, стреляют из гранатомета в том числе. И дальше уже происходит отступление обратно, после того, как они выполнили свою задачу. И видно, что по ним, видимо, пытаются стрелять то ли из артиллерии, то ли из какой-то авиации. Собственно, вот мы видим катер, отплывающий с украинскими военными. И вот эти вот то, что попадает по воде, что-то стреляет под ним в ответ. И вот тоже с того пытаются попасть по катерам. И они дальше уплывают. И также на видеозаписи мы видим объект, который они уничтожили, украинские военные, на левом берегу. И вообще в сообщении управления разведки украинской сообщается, что благодаря партизанам у них были данные изначально о пункте управления российских сил на левом берегу Днепра, прямо вблизи берега, о расположении российских военных. И вот они провели ночной рейд, такую операцию, когда они фактически атаковали этот пункт управления. Как они говорят, 12 российских военных было убито в результате боя, один захвачен в плен. Даже на видеозаписи видно, что были некоторые потери и украинских сил, как минимум ранеными. Там ему оказывают помощь, накладывают турникет. Но в целом они описывают операцию как успешную. И еще также был уничтожен БТР-82А. То есть, говоря военным жаргоном, захватили языка. Хотя я не знаю, в конкретно плене он был офицером или нет. Потому что, когда говорят, захватили языка, привести языка, обычно имеется в виду, что в плен должен быть захвачен именно офицер, а не какой-нибудь там, допустим, сержант. Но вот про это мы не знаем. То есть, подводя итог по части самой линии фронта, как я и сказала, главный итог, то что мы видим, что начинает все разгораться вдоль всей линии фронта. Уже не только с Ватова, Креминая, Бахмут, там что-то происходит. Мы видим и на Угельдарском направлении бои идут. Мы видим и на Запорожском направлении пошли бои. И тут есть такое ощущение, что пытается российская сторона перехватить инициативу, как я говорил в прошлые разы. И даже на Херсонском направлении, как видите, около Днепра происходят какие-то такие вылазки. Но там пока что меньше всего. На остальных направлениях прямо разгорается, а здесь пока что меньше всего. Ну и теперь переходим к главной новости дня. Судя по всему, все это приурочено к дню рождению Владимира Зеленского, поскольку сегодня у него день рождения. И вот, когда я еще готовил эту сводку, я собирал источники, и там в этих источниках пока что говорил, что типа Олаф Шольц объявит. Но вот в последние минуты перед записью, началом записи сводки, пришла новость, что все, Олаф Шольц объявил, действительно Германия поставит первую партию танков «Леопарда-2» для Украины. Причем, что интересно, конкретно будет поставлена модификация 2А6. Ранее считалось, что поставят более старую модификацию, там допустим 2А4, но вот объявили конкретно о 2А6. 2А6 это прям современная модификация, она начала производиться в 2000-х годах, и она не находится на складах, и соответственно эти танки будут по сути изыматься прямо конкретно из бундесвера, из запасов армии будут забираться. В чем ее вообще преимущество, потому что помимо того, что она просто в целом новая, это то, что у нее есть более удлиненная пушка, вот это 120-мм орудие, хотя на самом деле этот факт не так принципиально важен, потому что танковых сражений в ходе нынешней войны мы не видим. Как я и говорил, уже не раз танки между собой не воюют. Да, есть отдельные редкие инциденты, но это прям исключение из-за общей практики. Они, как правило, стреляют из закрытых позиций, поэтому то, что у Леопарда 2 пушка чуть мощнее, это не так принципиально важно. Но что важно, у него более доработанная система управления огнем, у этой модификации танка 2А6 конкретно, есть GPS и современная танковая информационно-управляющая система. То есть, что это вообще значит, информационно-управляющая система? Звучит как-то непонятно и как-то слишком по-умному. Речь опять же о тех самых сетицентрических системах, о которых я говорил в контексте комплекса Patriot. О том, что данные для командира могут стекаться с разных типов источников. Не только исходя из того, что он видит конкретно в прицеле, допустим, а с разных источников. То есть, там другие машины, другие разведывательные системы могут предоставлять данные, и уже там командир танка может принимать свои решения о том, куда дальше направляется, по кому вести огонь. В этом плане это более современное оружие. Ну и поскольку, раз Германия решила, что все, танки поставляем, и они будут, прям сам Бундесвер будет поставлять, не просто дают разрешение, а прям сама Германия будет поставлять эти танки. И, кстати, еще объявили, что они начинают обучение украинских военных в самой Германии на эти танки конкретно. То и, соответственно, теперь уже и другие страны присоединились к этому. Конкретно, как говорится, например, Норвегия рассматривает поставку Украине 8 танков Leopard 2. Не много, но хоть что-то. Испания присоединилась к европейскому плану поставок танков Leopard. И, как минимум, Португалия еще готовит передачу 4 танков Leopard 2 в Украину. Опять же, говоря про Германию, вот эти 14 танков, я почитал те источники, которые есть сейчас. Я читал конкретно New York Times, я читал Шпигель о сообщении о том, что Шольц решил поставлять танки Leopard 2 в Украине. Пока что там не называются сроки. А, как всегда, это вот такие принципиальные моменты. Потому что одно дело 100 танков Leopard 2 через месяц, и совсем другое дело 100 танков Leopard 2 к концу 2023 года. Это принципиально, по сути, разные танки, можно сказать так. В том плане, что нужно поставлять их как можно скорее. Опять же, вопрос еще и обучения. То есть, мало поставить танки прямо сейчас. Нужно еще обучить все эти экипажи, привести их складывание экипажей. Лично я ожидаю, что нормальное обучение должно занять там, ну, не меньше, наверное, трех месяцев. Соответственно, сейчас у нас конец января, это получается к концу апреля. То есть, я бы ожидал так. Но не знаю, какие планы у европейских и западных партнеров в целом на обучение. Может быть, будет готовить какой-то прям по супер сокращенной, ускоренной программе. Не знаю. В общем, может быть, сроки называться будут другие. Вот, посмотрим. Будем наблюдать за этим. И еще говорят, что сегодня Джозеф Байден также должен объявить о решении о поставке танков Абрамс для Украины. Но говорится, что это будет в рамках инициативы содействия украинской безопасности. А значит, это будет в формате отправки заказа на завод производитель, тот, кто производит танки Абрамс. А, соответственно, эти танки будут произведены и поставлены в Украину, там, скорее всего, через год, а может даже чуть позже. То есть, это не скоро. Но главное же, что само решение, оно будет от США. Называется разное количество. Там издание Sky News Arabia говорит о 10 танках Абрамс, со ссылкой на свои источники в Пентагоне. А издание Politico говорит о 30 танках Абрамс. Вот, наверное, проблема в том, что все Абрамсы отдали Бабченко, поэтому прямо сейчас нечего отдавать Украине. И приходится делать новый заказ на завод, чтобы произвести новые Абрамсы для Украины. Вот. Что еще из интересного? Интересная такая необычная... Извини, пока далеко от Абрамсов не ушли, значит, на Западе обсуждают не меньше, чем в России это все. И появляются вопросы, которые адресуются в том числе и мне, я их переадресовываю тебе. Мы много раз говорили про то, какие танки Украине нужны, какие не очень нужны. И вот вопрос Абрамсов просто хотелось бы услышать более четкое объяснение, потому что вот если мы говорим про Леопарды вот в этой последней модификации, да, 2-6... Не последняя, это современная. Не последняя. Современная, хорошо. У них разница с Абрамсом по тоннам типа там тонн 5, ну, то есть не такая значительная, чтобы прям под Абрамсом, значит, мост рушился, а под этим Леопардом мост не рушился. Ну, насколько я себе представляю мосты, может быть, для них значительно 5 тонн, не знаю. Вот, в общем, какое основное препятствие именно для эффективного использования Абрамсов и почему, собственно, их не воспринимают ни Штаты, ни Украина как действительно возможное именно орудие для конкретно этой войны? Я считаю, что основное препятствие все-таки не в технических характеристиках, а в тех нюансах, которые возникают вокруг поставок любой западной техники. Это логистика, это обучение, это запчасти, то есть обслуживание. Вот эти три момента, они там из любого чуда оружия могут сделать абсолютно бесполезную вещь. То есть машина может быть прям самой современной, самой крутой и уничтожающей все подряд, но если у вас экипаж не обучен, он уже не может эффективно применять эту машину. Если у вас нет запчастей, машины начинают выходить из строя и требуются обслуживания, вспоминаем панцергаловицы, например. Если у вас проблема с логистикой, то это самое обслуживание будет занимать там гигантское количество времени, чтобы ввести с линии фронта до сервисного пункта, там все это ремонтировать, потом обратно. Это очень длительные сроки. Война не ставится на паузу, к сожалению, и нужно это делать быстро. Вот в этом главный проблема каждый раз в контексте западного оружия, а не в том, что кто-то вывесит там больше, чуть больше, кто-то чуть меньше. Вот да, конкретно по Челленджерам-2, которые из всех вот этих вот танков, которые сейчас планируются к поставке в Украине, между Абрамсами, Леопардами-2 и Челленджерами, Челленджер-2 сам получается такой тяжелый. Вот с ним я бы опасался рисковать, проезжая по мостам, потому что он прям висит сильно больше 50 тонн. С Леопардами-2 и Абрамсами, может быть, можно попытаться, постараться, если небольшое превышение какое-то будет, может там на наследие некоторые и выдержат. Хотя, конечно, тоже будут некоторые нюансы. А почему для Леопардов есть инфраструктура подходящая, а для Абрамсов нет? Инфраструктура какого рода? Ну вот ту, которую ты описал, та, которая проблемная. Я просто пытаюсь понять ключевую разницу. Леопарды-2, они очень широко распространены в Европе, их очень много в Европе. То есть их условно можно там ремонтировать, я не знаю, в Польше, там я не знаю. Да-да-да, там все для этого есть. Абрамсы это все-таки американские танки, поэтому и Европа, как я понимаю, тоже особо не так знакома с Абрамсами, не так много там запчастей или других танков для каннибализации, вот в этом роде. С Леопардами в этом плане сильно легче, конечно. Потому что их самое большое количество запасов в Европе, когда говорят Леопардов. И вот, раз мы начали говорить про вот такое всякое западное оружие и чудо-оружие, появилось такое, скорее больше маркетинговое, я бы сказал, видео про самоходные артиллерийские установки Арчер, которые тоже планируется передать в Украине. Что мы там видим? Ну, вообще, Арчер всегда позиционируется как такой самый современный, самый модернизированный артиллерийский комплекс. Там, типа, все-все максимально автоматизировано, экипажу не приходится вылезать из машины для чего-либо. Приехал, отстрелялся, тут же быстро уехал. И вот конкретно на видео мы видим, он занимает позицию, производит постепенно три выстрела, вот, и успевает уехать с позиции еще до того, как его первый выстрел прилетит по цели. Вот, собственно, мы видим первый импакт, и он уже уезжает. И, соответственно, в этом плане сильно осложняется контрбатарейная работа для противника. Потому что пока ты засечешь, откуда летел снаряд, пока ты пошлешь туда беспилотник, пока ты наведешь там орудие, тот же, например, град, этот арчер уже давным-давно уехал. Вспоминаем все тот же самый киллчейн, как это называется в английском языке, то есть цепочка принятия решений у России, она безумно огромная. Но, вообще, поскольку целит вокруг арчеров такой ореол, что это прям вот чудо-оружие, и вот мой друг тоже, как я говорил, спрашивал, типа, это же там круто, да, вот арчеры, это же прям супероружие, да ведь? Так вот, арчеры по вот этой всей баллистике, по снарядам и условно по автоматизации там, допустим, не сильно отличаются от крабов, самоходных артиллерийских установок краб, которые есть у Украины, которые уже давным-давно применяются. В крабе экипажу тоже не нужно вылезать из машины, чтобы перезарядиться, отстреляться. Они стреляют теми же самыми снарядами, точно так же могут отстреляться и уехать. При этом мы видели, как поражают крабы, например, из тех же ланцетов, баражирующих боеприпасов российских. И крабы уже не раз поражали в этой войне. Почему же такое происходит? Я полагаю, что два момента играют. Во-первых, это те самые сокращенные сроки обучения украинских экипажей на новые машины, поэтому они не в полной мере ими владеют, могут не в полной мере ими владеть, не столько совершенно, как это выглядит в маркетинговых видео. Во-вторых, для того, чтобы стрелять издалека от линии фронта на более безопасном расстоянии, у тебя должны быть более дальнобольные снаряды. Если мы говорим про какие-нибудь экскалибры или снаряды с донами и газогенераторами, которые там стреляют на 40-50 километров, да, вопроса нет. Можно встать в 15-20 километрах от линии боевого соприкосновения, спокойно стрелять и спокойно уезжать в нужный момент и не бояться контрбатарейной работы. Но таких снарядов, как мы видим, из всех пакетов военной помощи передают очень ограниченное количество. То есть, как правило, каждый раз, когда я вам зачитывал пакет американской помощи, я говорил вам там 10, 15, 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров или 105 миллиметров и называл там типа 500-600 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров. То есть там вообще копейки. Соответственно, не так часто получается с снарядами дальнобойными снарядами, а чаще все-таки недальнобойными, неуправляемыми снарядами с калибром 155 миллиметров. Соответственно, приходится стоять ближе к линии фронта и подвергать себя большему риску. Поэтому, несмотря на то, что Арчер весь такой суперкрутой, модернизированный и прям суперсовременный, я не исключаю варианта, что в какой-то момент он тоже может оказаться пораженным в результате вот такого контрбатарейной работы. Потому что у него, наверное, тоже будет далеко не бесконечное количество дальнобойных высокоточных снарядов, тех же калибров, и ему тоже придется стрелять с снарядами, которые стреляют там, допустим, на 20, может на 25, может на 30 километров, и приходится будет вставать близко к линии боевого соприкосновения. Тем более, что, благодаря своей форме Арчера, его очень просто будет опознать с воздуха, даже если у вас плохого качества камера, такая, как на беспилотнике Орлан. У него форма будет с воздуха очень узнаваемая, поэтому наводиться по нему будет сильно проще. Поэтому, несмотря на то, что его сравнивают с таким, называют его Хаймерс от ствольной артиллерии, имея в виду, что его невозможно поразить, потому что он тоже такой автоматизированный и быстрый, все-таки с Хаймерсами тут разница огромная, потому что Хаймерсы стреляют как раз таки дальнобойными реактивными снарядами, которые летают на 80 километров. Поэтому они могут стоять далеко от линии боевого соприкосновения. А для Арчера, скорее всего, будут использоваться те же самые снаряды, которые, большинство из них, которые не дальнобойные, и поэтому приходится будет стоять близко к линии фронта. Поэтому все-таки я тут немного охладил вот этот маркетинговый пыл, что Арчер супер такое оружие. Интересно, кстати, в контексте всех вот этих вот поставок танков, БМП, артиллерии для Украины, как ты думаешь, кто сказал следующую фразу? Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. Как ты думаешь, кто это мог сказать? Рогозин, Медведев, Песков, что-нибудь такое. Близко. Это сказал представитель России в ООН Полянский. Такая вот типичная реакция, соответственно, России на все эти поставки. Как мы видим, Германия и США, ну, США тоже давно понимают, что нечего бояться, но Германия может тоже теперь спокойно жить дальше, понимает, что никакой такой особой реакции страны России на все эти поставки не будут. То есть, видимо, представитель России намекает на то, что Западу бы неплохо поставить в Украину еще и самолеты современные, как бы подталкивая их к каким-нибудь новым действиям. Можно только приветствовать это. Еще, по-моему, кстати, тот же Полянский сказал, что... Я не помню дословную фразу, но она звучала как-то так, что эти Абрамсы поставят Украине, но поражаться они будут точно так же, как и все остальное западное оружие, которое поражает российская армия. А, то есть никак, ну отлично. Да, вот, то есть как-никак. То есть в духе Канашенковщины будут заявлять, что там уничтожили миллион Абрамсов, причем, наверное, уже прямо сейчас. Уже заявляют, да. Да, хотя по факту они будут поставлены там через год или полтора. Вот, скорее всего, в таком-то роде все будет. Там уже и Мардеры, и Леопарды, и Брэдли, и Абрамсы уничтожают. В общем, целыми патчами. Стаями, как там они писали, стаи Берактаров, вот стаями уничтожают в том числе. Вот это вот все, что еще очень далеко от Украины пока. Про самолеты, я так понимаю, ты намекал на вот эту новость, которая была вчера или позавчера, о том, что Украина договорилась с Америкой о типе самолетов, которые будут поставлены в Украине. Видимо, я так понимаю, что ты намекал. Не особо намекал, но да, тоже интересно спросить тебя об этом. Потому что про самолеты разговоры постоянно то разгораются, то вновь сворачиваются. В общем, самолеты, я так чувствую, через несколько месяцев будут новыми леопардами. Я видел эту новость, но из контекста там непонятно. Имеется в виду о поставке в ближайшее время или это поставки когда-то в будущем, когда будут восстанавливать и саму Украину, и украинскую армию, то есть ее перевооружать. Не ясно, о чем тут речь. Ну и потом, самолеты, конечно, дело хорошее. Но самолеты сами по себе, как я и говорил уже не раз, вещь бесполезная, если у них нет необходимого вооружения. То есть нужно, если поставляем самолеты, то давайте поставлять и высокоточное оружие для них, для этих самолетов. И какие-нибудь бомбы, и какие-нибудь ракеты высокоточные. Если это будет в связке, тогда это хорошо. И как бы не нужно бояться того, что это занимает там долгий процесс переобучения. Потому что пока что конец войны вроде как не близится. Поэтому даже если это будет долгое обучение, там 4 месяца, 6 месяцев, можно посылать украинских военных переобучаться на новые типы самолетов. Ну в общем, по самолетам пока что не ясно. Ходят какие-то слухи, посмотрим, что имеется в виду конкретно. Узнаем о ближайшем будущем, наверное. Еще New York Times пишет о том, что Соединенные Штаты сейчас еще более активно инвестируют в масштабирование производства артиллерийских снарядов. И это как раз таки в контексте нынешней войны. И планы касаются даже двухлетнего срока. То есть если в начале этого года, в декабре прошлого, мы говорили о том, что США будут увеличивать производство с нынешних 14 тысяч снарядов калибра 155 мм до 20 тысяч снарядов калибра 155 мм каждый месяц к весне 2023 года, то теперь говорят о двухлетнем сроке, что через два года планируется достичь масштаба производства в 90 тысяч снарядов каждый месяц калибра 155 мм. Самой американской армии такое количество не требуется, не нужно, потому что они предпочитают использовать более дорогие и высокоточные боеприпасы, которых меньшее количество. Соответственно, это как бы намек на то, что Соединенные Штаты ожидают, что может быть война продлится даже еще дольше. То есть и год, и два может продлиться еще. И это, кажется, тоже важно, когда мы говорили, обсуждали вот эту проблему, особенно, которая развивается в Европе, между хотелками оборонных предприятий и взглядами на войну со стороны политиков. Потому что предприятия, которые производят боеприпасы, оружие, как бы готовы, может, берется расширяться, но они хотят быть уверенными, что все их затраты окупятся. А чтобы все их затраты окупились, им, как бы это цинично не звучало, не хотелось бы, чтобы война закончилась, допустим, через два-три месяца. Ну, давай так, чтобы заказы не закончились через два-три месяца. Да, заказы, а не будет войны, то кому нужно такое количество? Ну как, слушай, новые гонки вооружений, пожалуйста, там Китай, Тайм Ванчух. Да, но все-таки просто руководители оборонных предприятий понимают, что, наверное, все-таки объем заказов напрямую все-таки связан именно с войной, а не просто там с первое вооружение. И поэтому они хотят таких гарантий от правительств, от политиков, что окей, мы вложим сейчас миллиарды долларов в свое расширение, но вы гарантируете, что даже если война закончится, там через год, через полтора, вы будете продолжать такой объем снарядов у нас заказывать, и мы будем для вас их производить. Иначе у нас это не окупится, мы что-то провели производство. Вот в этом проблема основная была. Ну вот, в Соединенных Штатах расширяет производство на два года вперед. Перейдем к вопросу Мариуполя. Там Юлия Максимова, директор федерального автономного учреждения Роскапстрой, то есть про капитальное строительство, которое подойдет на Министерство строительства России, она заявила, что завод Азовсталь в итоге восстанавливать не будут. В принципе, об этом говорилось и ранее еще, когда Мариуполь был полностью захвачен, когда начали проводить вот эти свои такие постановки, съемки о том, как они восстанавливают Мариуполь. Еще тогда Пушлин говорил, что будут делать из Азовстали какую-то такую рекреационную, туристическую зону. И вот теперь уже окончательно решено, что Азовстали восстанавливать не будут, потому что она полностью уничтожена в ходе боевых действий. Переходя уже к вопросу, скорее так, ближе к мобилизации, интересная новость пришла с Законодательным собранием Калужской области, они внесли в Госдуму законопроект, точнее два. Первый из них касается содействия военкомата в обязательной постановке граждан на воинский учет и речь о том, что теперь, ну, предпредлагается, это еще пока не принято, но это предлагается, что почти при каждом взаимодействии с государством вам нужно будет предоставлять военник. То есть, например, вы задаете на водительские права, хотите получить права или обменять, у вас они закончились сроком действия, вам нужно будет предоставлять военный билет, ну, или предписное, в зависимости от вашего возраста и ситуации. Права, даже съем жилья нового, значит, все это включает в себя военный билет. И вообще-то, знаешь, в последнее время прям много инициатив, направленных на такую условную быть готовыми в случае чего. То есть, складывается впечатление, что по всем инстанциям просто сказали, вы готовьтесь, не сказали когда, ну, потому что это Путин, он никогда не говорит, говорит, но всем, чтобы были готовы. Кто будет не готов, тот, значит, отправится куда-нибудь, я не знаю, на фронт. Да, теперь можно же не просто пугать тюрьмой там или еще чем-то, можно прямо говорить, вот пойдете, значит, как вагнеровцы там штурмовать очередной какой-нибудь город. Вот, и мы прям по всем сферам, и мне пишут постоянно, я там тебе какие-то вещи пересылаю, какие-то не пересылаю, потому что поток огромный, везде готовятся, институты готовятся, значит, предприятия готовятся, все готовятся, и вот по законодательным инициативам мы тоже это наглядно видим. Да, и вот в контексте вот предоставления всех этих военников, я заранее, если это будет принято, я представляю, какой это будет адский геймрой для всех, потому что у меня, например, военника нет и никогда и не было. То есть я, когда последний раз проходил военно-врачебную комиссию в военкомате, это было еще в Саргуте, Тюменской области, где я жил на тот момент, там мне поставили категорию Д, то есть негоден со снятием с учета, из-за того, что у меня была в детстве операция на сердце и врожденный порог сердца. Вот, потом я переехал в Москву, снялся с учета в Саргуте с военкомата, должен был получать военник, чтобы встать на учет в Москве. Те поцелали запрос в Саргут, чтобы получить мое личное дело, там мое личное дело потерялось. Короче, началась вот эта типичная бюрократическая машина, которая везде, на каждом этапе теряет свои документы, забивает на все, не хотят шевелиться, не хотят ничего делать. А штрафы ты плати, пожалуйста. Никого не волнуйся, что ты пытаешься все исправить. Но вот, раз у тебя нет военника, не стоишь на учете, плати штраф. Вот, видимо, скорее всего, нечто подобное будет и сейчас. И второй законопроект, это предлагается штрафовать работодателей, если они заключили трудовой договор с работником, и при этом не взяли его документы в воинскую учет, и не сообщили военкомату о том, что вот они надели на работу. Вообще, по закону, при трудоустройстве, вроде как, вы и так должны предоставлять военник в кадровый отдел свой. Просто, как правило, на это все забивали, ну, если это не государственные предприятия, никто это и не заморачивался. Вот, ну, вот теперь просто хотят ввести ответственность для работодателя. Если вы не будете там исполнять вот эти правила, то вот вам штраф вот за это. Еще Павел Чиков сообщает, что в 22-м году, в прошедшем году, резко выросло количество уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными с использованием оружия, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 24%. И больше всего выросло как раз-таки в Центральном федеральном округе. И конкретно в Москве количество, рост таких преступлений составил 146%. Я думаю, что в 23-м году этот рост будет еще выше, в том числе из-за того, что больше мобилизованных, потому что мобилизация началась в сентябре. Кто-то из них там, не знаю, получив ранение, будет, допустим, списан и вернется на родину. Кто-то будет там бежать, все эти бывшие заключенные будут освобождаться. Поэтому я думаю, в этом году рост, наверное, будет еще больше, скорее всего, в России по таким уголовным делам, по таким преступлениям. Кстати, широко вчера разошлась новость про... Я, правда, ее не выписал, я в контекст, забыл, в конспект забыл. Про бывшего заключенного Игоря Тютина, по-моему, или как его там зовут, я не помню. Который был осужден на 21, что ли, год за убийство целой семьи. А, это про которого Пригожин, что ли, ответил? Да-да-да, который был осужден за убийство целой семьи. Он там нанял киллеров, чтобы они убили семью конкурентов вроде, там двух взрослых и двое детей. И еще он заказывал убийство на свою племянницу, которая претендовала на наследство. Его приговорили к длительному сроку, по-моему, на 21, что ли, год, в 2018 году, то есть он должен был еще очень долго сидеть. В итоге он был завербован группой Вагнера, отвоевался, освободился, как и Пригожин обещал, через полгода, и уже укатил в Турцию, отдыхает со своей женой, все. То есть он никаких там 20 лет за эти массовые убийства не отбывал, повоевал, что, и уже как герой вернулся. У всех, конечно, возникло гигантское возмущение по этому поводу. То есть человек, который убивал детей, он теперь возвращается как герой. И он теперь на свободе, он там отдыхает. Даже особенно в отличие от всех этих там контрактников, мобилизованных. Все, для него закончилась война. Он типа там герой. И вот Пригожин решил описать свою философию отношения к таким заключенным. Как он говорит, что типа, вот вы все обыватели, кто сейчас судачит об этом, не помню его имя, Игорь Тютин или как его там, вот, вы же понимаете, что, наверное, вы бы выбрали, чтобы на войне погибал вот такой заключенный, нежели там ваш муж, сын, отец. Но эту формулу мы уже слышали перед мобилизацией. В итоге оказалось, что и его заключенный освободится, и муж, и отец заберется. Причем муж и отец без возможности уехать потом в отпуск до конца мобилизации. Более того, я полагаю, что все-таки общество, наверное, было бы не заинтересовано в том, что люди, которые были осуждены тем более за такие преступления, так скоро освобождались, и потом возвращались как герои на родину, будучи обученными владению оружием, боевым действием, убийством людей, и чувствуя за собой вот эту вот геройскость. Мы же даже среди заключенных теперь видим вот этот дом, типа, да я, мы за вас там погибаем. И вот такое отношение к обывателям. Типа, раз я за вас там воевал, то вы теперь все мне должны, я могу творить что угодно. И логично, что такие люди будут совершать там и новые разбои, грабежи, убийства, угоны, что угодно. Криминогенная обстановка сильно возрастет, поэтому, я думаю, все-таки обыватели тоже в таком не заинтересованы. Но вот такая вот логика у Пригожина, что все эти манекеи могут отдыхать себе спокойно в Турции, пока все остальные воюют и погибают. И закончу сводку на публикации издания агентства. Пишут они про набившую оскомину нам новость, тему точнее, это про Легион Свободы России. Они конкретно изучили биографию одного из представителей. Тот, кто заявлял, что типа, я из Легиона Свободы России. Это боец с позывным Цезарь. Установили, что он, оказывается, ранее был связан напрямую с группировкой Имперский Легион. А вы про эту группировку уже слышали, когда я вам, по-моему, вчера или позавчера рассказывал публикацию New York Times, что американские чиновники считают, что за рассылкой бомб по почте в Испании стоит как раз-таки русское имперское движение, у которого есть военизированная группировка, которая называется Имперский Легион. И Госдеп США еще с 2020 года причислил эту организацию к террористическим. То есть, с точки зрения США и Канады, это террористы. И вот этот Цезарь, он ранее был связан с Имперским Легионом. Он стал публичной фигурой осенью 2022 года, собственно, когда и заявил публично, что типа я вот представитель Легиона Свободы России. И есть, они нашли фотографию этого Цезаря прошлых времен, типа годов 2010-х, где он в Санкт-Петербурге на каком-то там националистическом марше вместе с нынешним руководителем вот этого Имперского Легиона, то есть, главой террористов. Денис сам, не помню его там фамилию какая. Вот. И он тесно связан с Ильей Пономаревым, поскольку они вместе выступали на вот этом форуме, съездил как Конгресс народных депутатов, который организовал Пономарев или как там. Там Цезарь обращался через Zoom к участникам, говорил, что их цель – это насильственное свержение власти в России. И также этот самый Легион свободы России и кто там еще, короче, вместе с Пономаревым, они, а, и Национальная республиканская армия, которую называют Пономарев, что он руководитель этой армии, они объявили о создании политического центра главой, который стал, собственно, Илья Пономарев. И считают, что, на течение называют, что они причастны к убийству Дарьи Дугиной. Отдельно отмечу, что в этом же заметке агентства есть, как бы, детали разговора с одним из знакомых, этого Цезаря, который рассказывает, что он разочаровался в Имперском Легионе еще там в 2010-х годах, что, типа, этот Имперский Легион не сможет достигнуть целей, которые перед собой ставят в России. И когда началась война на Донбассе в 2014 году, что якобы он перемеднулся сразу в украинскую сторону и с тех пор там воевал на стороне Украины. А напомню, что Имперский Легион тоже посылал своих боевиков, чтобы воевать на Донбассе. Почему это важно, что он якобы перемеднулся на украинскую сторону в 2014 году? Я уже, ведь, когда не раз комментировал, что, как мы считаем, что никакой Легион свободы России не существует, мы не раз говорили, что, наверное, есть отдельные бывшие россияне, которые уехали в Украину в 2014-2015 годах, когда это было сделать сильно проще, когда было возможно не просто уехать, а прямо попасть в боевое подразделение, либо в правый сектор, либо в батальон Азов, тогда это еще был батальон. Наверняка такие отдельные представители есть, чтобы из них сформировали вот этот постановочный Легион свободы России. А настоящего батальона, точнее даже двух, как они говорят, никаких нет. Есть косвенные факторы, которые для меня тоже убеждают в том, что этого Легиона нет. Я все эти 11 месяцев слежу, в том числе и за другими иностранными батальонами, грузинском батальоне, белорусском батальоне, интернациональном батальоне, который воюет на стороне Украины. Каждый раз, даже если они сами не объявляют о том, что у нас какие-то потери, все равно очень часто эта информация, что грузинский Легион принес потери, или белорусский батальон принес потери, всегда такая информация все-таки просачивается. Не обо всех случаях, но просачивается. И только Легион Свободы России за 11 месяцев ни разу никого не потерял ни ранеными, ни убитыми. И более того, мы часто слышим о том, что грузинский Легион действует там-то, белорусский Легион действует там-то. То есть их деятельность, даже если они сами того не хотят, всегда оставляет следы. И только по Легиону Свободы России никаких следов. Поэтому я по-прежнему абсолютно уверен, что никакого Легиона Свободы России не существует. Это чисто такая информационная операция. Абсолютно логичная, правильная страна украинской стороны, просто я бы на их месте подошел к этому вопросу более тщательно. Потому что видно, что этой легендой особо сильно никто не заменимается. Просто изредка вспоминаешь, типа, о, у нас же есть еще вот этот Легион, надо новые фотки какие-то сделать. Вот прям очень сильно заметно, что вот такое отношение к этому вопросу. Плотным созданием легенды никто в этом плане не заморочен. Вот. И на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю сводку. Как видите, у нас сегодня больше все-таки имена хороших новостей. Спасибо большое, что посмотрели. Вы можете поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал, тем самым помогая продвигать сводку дальше, чтобы ее видели больше людей. Ну и поддерживать канал на Патреоне, ссылка в описании на Патреон. Или же с помощью суперспасибо. Такая кнопка с долларом прямо под видео. А с вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok